Вот эта тонкая чувствительность дыхательных мышц, как вы реагируете на давление, это то, чем на пути вниз надо заниматься. Давление на наши легкие, это требует определенного чувствительности. То есть тут, если мы опять-таки отвлекаемся и думаем не про текущий процесс, про текущую секунду, а думаем про что-то такое, сколько еще до тарелочки, а вдруг я забуду сорвать карточку или что-то еще, тогда у вас это внимание на текущую секунду также уходит. И вот ощущение давления рук в клетку оно будет не такое явное. Хотя вот на это нужно просто внимание. Просто управляем внимание на пути вниз, на... Естественно, базовая эта техника, чтобы спокойненько попроситься вниз. Но вот это вот ощущение давления рук в клетку, оно самое важное ощущение. То есть, если мы этого чувствуем, мы тогда не будем этому давлению сопротивляться. То есть эта вот, там техника, работа у вас, ты не техника, просто душа, это все такие вещи, которые мы тренируем, они должны работать тематически, а вот ощущение давления на грудную клетку, на легкие, если мы этого не чувствуем, значит, скорее всего, у нас есть такое неосознанное, небольшое напряжение и сопротивление этого давления. Это нормальная реакция организма, когда есть давление. Да, если мы не обращаем на это внимание, то, скорее всего, мы будем интуитивно немножко стараться напрячься, и это давление будет вызывать у нас напряжение. То есть это вот такой тоже интересный опыт и спридайминг, который тоже интересно перекладывается на повседневную жизнь, потому что мы обычно, если мы чувствуем какие-то стрессовые факторы и возникают, то у нас в нашем случае давление, у нас есть такое сжатие на всех сторон наших легких. И у нас нормальная реакция обычная – это напрягаться. Это мы напрягаемся, начинаем, может быть, пытаться даже это давление удержать и противодействовать этому давлению. И вот эти негативные факторы, которые у нас стрессовые, также они у нас часто выводят напряжение. То есть у нас дыхательные мышцы напрягаются, это может даже развивать наше дыхание. И тут мы учимся действовать так, контринтуитивно, не так, как нам естественно хочется. Наоборот, чтобы успешно нануть, мы должны на давление поддаться. То есть мы чувствуем давление, мы ему поддаемся, расслабляемся. И все отделы легких, передняя часть легких, спина, боковые части, нижняя доля или верхняя части, все это сканируем, проверяем, чтобы мы это давление не сопротивлялись и позволяли это давление разжать. То есть если этой работы не будет, внутренней работы, внимания, то дрова будет намного более сложной, будет продуваться тяжелее, потому что сопротивляться давление в принципе бесполезно. То есть это наше такое интуитивное желание этому есть, сопротивляться, но мы законы физики не сможем выполнить. Если нам нужно в 20 метрах, чтобы наши легкие жарились в три раза, допустим, то есть на 30-20 метров в три атмосферы, там легкие должны жариться в три раза. То есть если мы будем сопротивляться, то возможно у нас будет умершее отставание. То есть можно такую даже концепцию есть, нам всем знакома, продувка ушей, компенсацию давления в ушах, но компенсацию давления в легких мы нечасто обсуждаем, то есть как будто бы легкие сами компенсируют давление в них. Но это не совсем так! То есть если мы сопротивляемся, то получается мы немножко недекомпенсируем давление в легких. Чтобы давление в легких было допустим, мы должны полнется отпустить расслабленные дыхательные мышцы, чтобы легкие жарились полностью. Если мы напрягаемся в сопротивляемостью, то у нас возникает небольшое отставание, Это отставание делает и продукту сложнее, повышает риск травмы легких в том числе, и вот эта работа с легкими, с давлением на легкие – это самый важный ключевый момент. И реакция на стрессовое воздействие, стрессовый фактор, не так, как нам хочется среагировать на это, а именно не реагировать. Чувствуем давление, и мы поддаемся, расслабляемся. И тут можно и нужно доверять этому организму, потому что может быть такой страх, что ваш сожмет, вообще, помните, с ключа, да, но этого не произойдет, потому что, опять-таки, законы физики должны легкие сжаться в три раза, больше они не сожмутся, в четыре раза они сожмутся, в пять раз не сожмутся, должны сжаться в три, значит, сожмутся в три, как бы вы не спротивлялись этому. Поэтому это вот такое доверие в среде, что вы на воде вас сжимает, и вы поддаёте этому давлению, вы расслабляетесь. Вот это будет мысль такая очень важная. На самом деле поддаться и дать организму самому справиться с этим давлением через централизацию кровотока. То есть мы вспоминаем теорию, что происходит на глубине, что происходит централизация кровотока, и пускай чем лучше расслабление, тем лучше кровоток будет переспределяться в сторону легких. То есть кровь больше и лучше и легче будет переспределяться в сторону сосудов легких, и тогда давление у нас будет намного легче переноситься организму. Такой вот работа на протерниз. И дальше если мы это делаем, то все остальное будет легче. Он будет легче продуваться в том числе, потому что если здесь отставание происходит, то большая нагрузка происходит на концевые связки. То есть если мы легкие напряжены, определенно есть такая недокомпенсированность давлением легких, то если нам нужно пополнить воздух из легких, например, для френзеля обычного, даже не для маусвилла, для френзеля из легких в полость рта или горла, то это сделать сложнее, потому что здесь определенная разреженность такая есть. Если мы плечи опустили, ребра опустили, расслабились, то в таком нейтральном положении намного проще или порцию перенести, или сделать перенос и для френзеля, или маусвилла, или всего. И тут отвлекаться как раз таки очень вредно, потому что если вы вниманием будете управлять на какие-то другие вещи, то скорее всего этого делать не будете. Надо нарабатывать привычку, проверять вдыхательные мышцы, проверять, как вы себя чувствуете, есть какое-то напряжение, расслабляться. Делать это регулярно. Можно не так часто продувку ушей делать, но раз в пять метров, раз в пять секунд можно это делать. Погрузились, все равно первый метод погружения – это работа, все равно это вызывает напряжение мышц. Поэтому проплыли пять метров вниз, продули уши, проверили грудную клетку. Поплыли еще пять метров вниз, продули уши, проверили грудную клетку. Постоянно путевистые делаете. Если неожиданно вдруг где-то на глубине 20-30 метров у вас появляется напряжение непонятного плана уши, скорее всего вы до этого просто забыли регулярно проверять грудную клетку, регулярно расслабляться. Чтобы меньше было внимания удержать, техника может удержать, если техника просто плавания круглым, все это отвлекает внимание, нужно делать упражнения в бассейне. Если есть уже запас по дистанции в бассейне, мы знаем, что мы хотим на глубину 50 метров, надо в бассейне нырять в 100 метров, чтобы была просто полная уверенность, что техника достаточная, есть понимание обтекаемости хорошая, есть техника устойчивая, она не будет ломаться, когда уже появилось желание дышать. Если есть уже такой запас по времени, по дистанции, тогда у меня просто будет уверенность, что вам хватит ваша техника, она не будет у вас ломаться и ухудшаться. Также упражнения можно делать с утяжелением и метели в глубину, можно плыть с парашютиком, майкой, с резиночкой, можно такие силовые упражнения в воде делать, в том числе и не надо постоянно так делать, но время от времени можно делать, чтобы имитировать нагрузку на студии, например. Тогда вы уже не будете про это думать, вы плывете, техника уже отработана. Хорошо. Продувка. Продувка то же самое. Заранее до подружения делать упражнения с шариками, с насадуемыми, упражняетесь, мышцы тренируете для продувания и делаете задержку дыхания плюс продувку. Если у вас будет задержка дыхания в серии пять раз, по минуте, попродувалить, и френзли подрабатывать, и маус фил, то то же самое в воде. В воде уже будет легче и будет у вас запас внимания, чтобы направить его на легкие. Так, путь вниз разобрали, давление разобрали, и опять мы возвращаемся к дыхательным мышцам, потом с ними делаем упражнения, ложечки упражнения, чтобы их почувствовать лучше. И вот эта чувствительность дыхательных мышц очень полезна, потому что мы можем просто в течение дня даже помимо ныряния лучше чувствовать свое дыхание, лучше понимать, где у вас возникает какое-то напряжение, и где возникает напряжение дыхательных должностей, плечи, шеи, изменяется дыхание, и вам это дыхание становится некомфортным, неудобным. То есть это лучшее понимание ваших дыхательных мышц, оно в повседневной жизни помогает очень сильно. На пути вверх, и если все в порядке, техника наработанная, все хорошо, там проблем с продувкой уже нету, на пути вверх там нужна чувствительность именно энергозатрат тех работающих мышц, которые у вас там не более загружены. Это пример шут руки, там раз это руки-ноги, там ласты, это ноги. И вам нужно чувствовать, научиться чувствовать расход. Насколько вы расходуете быстро энергию, силы, то есть на это влияет ваша техника. Но притом, если даже с этим вы наработали, если вы начнете паниковать и, допустим, ускоряться, и пытаться как-то быстрее туда вверх, то ничем хорошим не конечится. Поэтому тут, на пути снизу вверх очень важно направить внимание, сфокусироваться на ритме, на темпе, то есть вы работаете ластами, вы можете сейчас так, раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре, то есть фокусируйтесь на таком ритме, чтобы это у вас такое медитативное состояние погрузило. То есть вы направите внимание на текущую секунду, двигаетесь, и вот внимание, сфокусировав на текущую секунду, вы не думаете, как это плыву наверху или насколько у меня хватит сил. Вы понимаете, что вот на этот грибок, выполняющий грибок, вы делаете все, что можно, чтобы он был наиболее экономичным. То есть вы сделали грибок и вот поддерживаете идеально для вас, для вашего текущего состояния, техники, умений, амплитуду, сила, усилия и темп, и вот настраиваете. То есть вы можете, если вы уменьшите амплитуду, усилий будет меньше. Уменьшая амплитуду, нужно увеличивать темп. И вот балансируя, обычно, одна из ошибок, когда слишком мощное движение, слишком широкое движение, больше нравится сила. Чуть-чуть уменьшая амплитуду, повышая темп, мы делаем с того, что сил тратится меньше. Для этого нужно уже хорошо вынимать пласты, привыкать к этим пластам, настраивать технику. И какие-то небольшие изменения, если по ощущениям вы изменили что-то на 10%, чуть-чуть меньше амплитуды, чуть-чуть больше темпа. Это уже помогает. То есть, когда настройки идут на максимальной нырке, в последнем, по ощущениям, это было во премёрши, я так настраивал. У вас тут тоже регулярно, но в премёрши, допустим, там более редкие, более длинные подтягивания и более мощные подтягивания, сравнивая их с не таким сильным вытягиванием, допустим, вытягивания не на 100%, там 95%. То есть, вытягиваться нужно, конечно, там такое подтягивание не получится так всплыть в глубине какой-нибудь 130+. Вытягиваться нужно хорошо, но при этом полное вытяжение и очень мощное подтягивание, оно вызовет больше расход энергии, чем почти полное вытяжение и чуть-чуть меньше амплитуды, чуть больше темп. И по ощущениям, и по гипоксии в конце, по итогу нырка, и по просто ощущениям нырных затрат, чуть-чуть уменьшаешь амплитуду и сразу уже становится легче. То есть, уже такое прям ощущение. Это общий принцип или это индивидуально каждый? В общем, это для большинства работает, но насколько, какая индивидуальная оптимания, это уже зависит от индивидуального настроения тела и настроения, и мышцы. И у кого-то, просто кому-то, если там очень сильные мышцы, вполне нормально быть более мощной техникой. кому-то техника больше скорость больше нравится, а кому-то меньше нравится. Настрой идет индивидуальный, конечно. Большинство в ловом, мы видим уже предайверов, переходит на меньшую амплитуду просто потому, что большая амплитуда – это ухудшение обтекаемости. То есть, обтекаемость в воде – самый главный принцип. То есть, мы всегда думаем про обтекаемость, потому что она плотная, и ухудшая обтекаемость мы сильно теряем. Поэтому широко разводя ноги для грибко-кролли, например, делая широкие движения, мы теряем больше, чем получаем. То есть, это виды спорта, где неважная экономия, там важна, но там, допустим, спринт, какой-нибудь спринт с красным плаванием на ласте. Там тоже важна экономия, но там можно тренировать мышцы так, что на дистанции 100 метров хватит, и бывает такое, что более широкие, более мощные движения кому-то подходит больше. В хридайринге нам можно прямо экономить, поэтому такая чувствительность в этой области у нас тоже развивается. Поэтому, когда мы плывем, особенно активно вверх плывем, то происходит очень явное такое существенное повышение желания дышать, потому что слона растает, если плывем активно, обязательно получите. И вот умение также удержать скорость и не ускоряться в момент, когда уже существенное желание дышать возникает. Это, может быть, на плане пути вверх. Бывает позже, бывает раньше, но все равно на пути вверх возникает существенное желание дышать. И не только усталость становится фактором закисления мышц, а просто существенное желание дышать, желание ускориться. И вот надо этому учиться, на это не обращать внимания и абстрагироваться. Ускоряешься, обычно, кто ускоряется, тот не доплывает. Такое есть наблюдение. Кто ускоряется, обычно это такие секунды уже до потери сознания. То есть это уже потеря самоконтроля, и ускорение – это признак потери контроля, потери. Организм не справится с повышенным расходом. Вот. Все. То есть это мы, как донорка, разобрали этапы, во время противодинств, во время противодинств, во время противодинств, во время самоважной этапы. И, возвращаясь к движательным мышцам, общая тема – вот работа с лёгкими. То есть у нас есть моменты, где мы работаем с вниманием, учимся фокусироваться на текущие секунды, тренируем этот навык, потому что он очень важен в повышении. И тренируя навык, мы это потом можем приносить в последневную жизнь. Общее такое умение чувствовать и напряжение, и расход сил. То есть мы, как во фридайминге, нам нужно очень хорошо чувствовать расход силы, расход энергии, то тоже в жизни мы можем, допустим, понимаем, что где-то у нас происходит перерасход, мы как-то слишком сильно напрягаемся, мы можем это почувствовать быстрее и приять меры для того, чтобы это как-то исправить. Так.